Только с начала этого года и только в национальном аэропорту Минск служебные собаки обнаружили порядка 20 запрещенных веществ, среди которых особо опасные психотропы и даже галлюциногенные грибы. А еще пресекли контрабанду холодного оружия и предметов, представляющих по оценкам экспертов культурно-историческую ценность. У нас все в порядке? Да, у вас все в порядке. Спасибо, отлично. Значит, мы можем лететь в мир науки. Это проект «Наука Мания». Я Екатерина Березкая. Сегодня будем говорить о кинологии и смотреть в программе. Что такое кинологии, когда впервые человек начал собаку обучать. Орудия, нюх. Псы-эксперты, которые могут учуять любое запрещенное вещество. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки школы настоящего пса-бойца из самого сердца белорусской кинологии. Кинология может по своему звучанию навести на мысль об учениях в сфере кинематографа, но это не так. На самом деле, с древнегреческого эта наука переводится как «наука о собаках». И первые кинологические труды появились тысячи лет тому назад в Древней Греции и Древнем Риме. Но только в XVIII веке теория и практика отбора собак стала не стихийной, а систематической. А уже в 1900-х годах во всем мире начали создавать целые кинологические организации. Так, самым старым подобным клубом принято считать организованный в 1873 году в Англии Kennel Club. Последние 250 лет сообразительность и силу собак используют в служебных целях. Эти животные помогают белорусским таможенникам и пограничникам, сотрудникам внутренних дел и вооруженных сил нашей страны. Они охраняют аэропорты, авто и железнодорожные вокзалы. Чувствительность органов обоняния у собак почти в 12 тысяч раз сильнее, чем у человека. Они способны различить 2500 различных запахов. Также у собак великолепно развиты зрение и слух. Четвероногие бойцы движущегося человека в темноте могут увидеть с расстояния до 700 метров, а шаги они слышат с 24 метров. Собаки воспринимают звуковые волны до 40 тысяч колебаний в секунду. От ушей служебных псов не скрыть даже малейшего шороха. Во времена Великой Отечественной в Советской Армии сражались более 60 тысяч боевых собак. Сегодня в мирное время среди четвероногих тоже немало бойцов. А вот чем они занимаются и кому служат, узнаем, что называется из первых уст в кинологическом центре вооруженных сил Беларуси. О том, как из маленького щенка вырастает настоящий защитник, нам расскажет начальник кинологического центра вооруженных сил нашей страны подполковник Андрей Бардуков. Андрей Юрьевич Бардуков, подполковник, начальник кинологического центра вооруженных сил Беларуси. Центр у вас огромный. А по сути, из чего он состоит? Это уникальная воинская часть. Прежде всего, она предназначена для подготовки специалистов и служебных собак для нужд вооруженных сил. Она состоит из подразделений учебных и подразделений обеспечения. Учебные подразделения занимаются подготовкой служебных собак по различным видам служб. Таких, как караульная, патрульная, мина разыскная, поезд наркотических веществ, их прекурсоров, поезд взрывчатых веществ. Где живут ваши питомцы? Где питаются? У них есть, может быть, отдельная собачья столовая? Наши питомцы содержатся в специализированных вольерах, которые оборудованы всем необходимым. Что касается кормления, служебных собак кормят два раза в сутки. Это утром и вечером. В зимнее время мы переходим на трехразовое кормление для того, чтобы собака ощущала тепло. В этом году мы завершили ремонт лаборатории специального отделения. Эта лаборатория предназначена для подготовки специалистов и служебных собак по поиску взрывчатых веществ. Кстати говоря, мы успешно ее применяем и совсем недавно мы подготовили несколько специалистов и служебных собак с помощью этой лаборатории в том числе для одной из ближневосточных стран. В продолжении темы о том, что еще есть в кинологическом центре, правда ли, что даже есть свой родильный дом? Есть такое подразделение, как питомник, которое в свою очередь делится на родильное отделение и отделение племенных собак. В родильном отделении кинологического центра воспроизводится потомство для нужд вооруженных сил. Также мы оказываем услуги и реализовываем щенков для населения. Вот теперь о щенках, о породах. Какие породы у вас в питомнике, с кем работаете и, может быть, занимаетесь выведением новых пород? В кинологическом центре вооруженных сил в основном применяются породы служебных собак, такие как немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка, бельгийская овчарка, лабрадор. Это основные типы пород, которые мы используем в своей работе. Новые породы нет необходимости нам выводить, потому что все те породы, которые я назвал, они хороши, показали себя в практическом применении. Что касается немецкой овчарки и бельгийской овчарки, это универсальные породы, их можно использовать практически по всем видам служб. Что касается кавказской овчарки, среднеазиатской овчарки, эти собаки более узкой направленности, они применяются при подготовке по караульной службе. Ну, что касается лабрадора, обоняние этой собаки позволяет готовить собак данной породы по поиску взрывчатых веществ, а также наркотических веществ. Что в планах? Я так понимаю, что останавливаться на том, что имеете, вы не собираетесь? В этом году мы подготовили специалистов для одной из ближневосточных стран, подготовили специалистов по разыскной службе для органов внутренних дел нашей страны. Мы готовимся для участия в международных армейских играх в конкурсе «Верный друг», которые пройдут в августе. Что касается дальнейших перспектив, контракт на подготовку служебных собак для иностранных специалистов у нас заключен на три года, поэтому перспективы у нас большие. Что касается учебно-материальной базы, в этом году мы провели ремонт лаборатории, учебных классов для обоих курсов, учебных классов для подготовки водителей, и мы на этом останавливаться не собираемся. Можете ли вы описать, скажем так, обычный день четвероногого защитника? В 6 часов 30 минут у них утреннее обслуживание, которое включает в себя выгуливание, уборку межразмещения, кормления служебных собак. Оно длится 30 минут. Второе обслуживание проходит в течение 50 минут, с 15 часов до 15.50. Этот вид обслуживания обеденный включает в себя и тренировку служебных собак. Вечером в 18 часов проходит вечернее обслуживание служебных собак, тоже на протяжении 30 минут. Кроме того, с 9 часов до 14 часов ежедневно проходят тренировки служебных собак, их обучение, тренировка тех навыков, которые они получили на протяжении какого-то времени. Процесс обучения проходит у нас непрерывно, перерывов в нашей работе нет. Ну а мы пока посмотрим сюжет о собаках, которые помогают судебно-медицинским экспертам. Знакомьтесь, это досье. Досье в непривычном для нас значении этого слова. Досье – это собака-эксперт. Уже почти 10 лет она помогает специалистам в расследовании сложных дел своим исключительно тонким обонянием. На сегодня в отделе исследований запаховых следов человека таких чудо-собак шесть. Готовят их с самого раннего возраста. И далеко не все животные подходят для этой сложной ответственной работы. Общеприняты принципы отбора, чтобы собака была здорова. Хорошо был щенок накормленный, активный, не болел. Нам больше подходят собаки с равновешенной психикой. То есть более активные собаки нам не очень подходят, потому что работа, скажем так, довольно нудная. Мы покупаем щенков в возрасте двух-трех месяцев. Году полтора получается уже серьезный пес равновешенный, которого можно использовать как полноценного детектора. Сначала в баночку помещаем кусочек лакомства, колбасы или сухого корма, или сыра, то, что любит собака. Потом даем собачке понюхать. Собака, если любопытство, сует нос в баночку. За это ее кормим. Пищевое подкрепление получается собака. Потом вместо лакомства в баночку помещается лоскуточек ткани с каким-нибудь запахом. Но прибора на данный момент такого нет, чтобы узнавал индивидуальный запах человека. Похоже больше на сказку, не правда ли? Но чтобы развеять наш скептицизм, эксперты-кинологи готовы продемонстрировать нам навыки своих подопечных на примере самой настоящей криминалистической экспертизы. Для максимально точных результатов необходимо соблюдать несколько важных условий. Собакиню хочу, обязательно надо быть здоровой и отдохнувшей. Образец для обнюхивания должен пробыть в контакте с вещью искомого лица не менее двух часов. А еще рядом с четвероногим экспертом просто-таки необходим ее хозяин-кинолог. Итак, начнем наш эксперимент. В каком-то городе в какое-то время было совершено преступление, и на месте происшествия была изъята шапка. Шапка была передана нам на исследование в лабораторию. Передали ее в упакованную фольгу, можно начинать изымать с нее запаховые пробы. Достаем отобранные запаховые пробы, помещаем в стеклянную банку. Скрываем металлической крышкой, подписываем банками. Запаховые пробы готовы к исследованию. То, что происходило далее, больше напоминало сюжет детективного фильма. Помимо двух банок с идентичными запахами, эксперты подготовили еще восемь с нейтральными. В произвольном порядке разместили их по кругу, и даже для исключения любой подсказки со стороны кинолога закрыли образцы металлическими колпаками. После этого вызвали досье нашего четвероногого эксперта. Задачей собаки было найти два одинаковых запаха. Хорошо. Маленький. Маленький. Кто бы сомневался, что четвероногий эксперт правильно найдет необходимые образцы. По словам кинологов, превзойти собачий нос не может еще ни одна, даже самая сверхчувствительная аппаратура. Поэтому совсем неудивительно, что перенимать опыт у сотрудников отдела исследований запаховых следов человека приезжают специалисты из самых разных уголков мира. А тем временем делу время, но прогулка по расписанию. Наши собаки-нюхачи отправляются на заслуженный отдых, чтобы завтра опять приступить к своей ежедневной обонятельной работе. Мы вновь в кинологическом центре вооруженных сил. И прямо сейчас, как и обещали, увидим, как же тренируются четвероногие защитники. Мы на дрессировочном комплексе. Что тут говорить? Давайте лучше посмотрим. Стой, применяю собаку. Фав! Хорошо. 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 Не сжать. Охраняй. Хорошо. Стой. Хорошо. Хорошо, молодец. Встаем. Хорошо. Хорошо. Все, все, все. Главный ингредиент рецепта – успешной дрессировки служебных собак. Нет любви, нет желания работать, то, в принципе, к собаке тоже подходить не надо. Первая в Белоруссии – собакотерапевт, методика лечения сложнейших генетических заболеваний от жительницы Минска. И пять самых агрессивных пород в мире. Злые, но очень умные. Научный дайджест смотрите прямо сейчас. Пятое место среди лидеров занимает малоизвестная порода гибрид волка и собаки, которую так и называют волкособ. Как говорят сами кинологи, эти животные обладают волчьим нравом и сильным охотничьим инстинктом. Волкособы интеллектуально развиты и выносливы. Также они отлично поддаются дрессировке. Следующие в списке самых агрессивных и умных собак – сибирские хаски. После долгих исследований ДНК этих собак стало очевидно, что эта порода входит в список самых древнейших. Вид этих животных был выведен чукчами, которым нужны были собаки, способные быстро перевозить людей на большое расстояние. Сибирские хаски к своим хозяевам очень дружелюбны, но если кто-то проявит к ним агрессию, ответить эти умные животные могут тем же. Открывает тройку лучших немецкая овчарка. Собаки неприхотливы в воспитании и очень преданы своим хозяевам. Изначально эта порода была вывезена для охраны стада, но поскольку количество домашнего скота со временем начало сокращаться, физическую стойкость, выносливость в любую погоду и прекрасное развитое чутье начали использовать в служебных целях. Теперь эта сторожевая порода собак несет службу почти во всех мировых правоохранительных органах. Серебро списка самых агрессивных и в то же время сообразительных собак достается ротвейлеру. Как и немецкая овчарка, эта порода служит в милиции и на границе. Но агрессии в ее характере в разы больше, нежели у других четвероногих помощников правоохранителей. По статистическим данным американских кинологов, в США от нападений ротвейлеров погибает как минимум два человека каждый год. И, наконец, первое место. Его по праву занимает американский питбультерьер. После того, как от нападений представителей этой бойцовской породы погибли за 20 лет почти 70 человек, размножение питбулей в США запретили, равно как и проведение самих собачьих боев. Зато агрессию этих собак успешно начали применять в американской полиции. Пришло время узнать о тех, кто рядом с четвероногими защитниками каждый день и кто помогает им стать настоящими профессионалами. На все вопросы по подготовке специалистов-кинологов нам ответит начальник курса по подготовке специалистов и служебных собак капитан Валерий Рык. Валерий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Игоревич Рык – начальник курса подготовки специалистов и служебных собак по специальной службе Кинологического центра Вооруженных сил Беларуси. Расскажите, как же готовят или как же, правильно сказать, учат тех, кто в дальнейшем становится учителем для собак? У нас курсы как по подготовке специалистов, так и служебных собак. Соответственно, сам курс разделяется у нас, как правило, на теоретический курс для подготовки специалистов и практический курс. В свою очередь у нас разработаны методики по подготовке специалистов и служебных собак по различным направлениям. Тогда об отборе, может быть, психологическое тестирование проходят люди. Естественно, есть определенный критерий, которым должны соответствовать кандидаты. Они должны обладать терпеливостью, рассудительностью и последовательностью действий. Для того, чтобы правильно организовать процесс дрессировки служебных собак. А гендерное различие есть или девушки у вас тоже могут стать кинологами? У кинолога должна быть такая чута, как харизматичность. То есть, если нет харизматичности, то собака не будет воспринимать его как своего хозяина. Поэтому здесь не важно, мужчина это или женщина. Главное быть терпеливым, настойчивым и последовательным в своих действиях. Вы работаете по каким-то своим методикам или это опыт, я не знаю, предыдущих десятилетий или опыт иностранный? Прежде всего, это опыт, который мы анализируем предыдущих поколений, но в то же время используем и инновационные технологии в обучении наших четвероногих друзей и специалистов. В свою очередь, у нас имеются методики, которые разработаны и эффективно применяются для подготовки специалистов вооруженных сил иностранных государств. Свои методики есть и у специалистов-кинологов Министерства внутренних дел. Наши корреспонденты отправились в Могилев, чтобы узнать их. Найти наркотики и взрывоопасные вещества даже в самых труднодоступных местах – главная задача четвероногих сыщиков из кинологического центра Министерства внутренних дел Беларуси. Немецкие и среднеазиатские овчарки, лабрадоры начинают свой путь настоящего бойца уже с 30-дневного возраста. Одна из задач, которую выполняем мы – оказание содействия органам внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию людей. То есть у нас есть собаки, способные вести поезд наркотических средств в различных условиях. Средним на то, чтобы собака стала настоящим профессионалом, уходит около двух лет. Это время животные живут по настоящему графику, ведь дисциплина во всем. Тренировки в зданиях, занятия на улицах, ну и, конечно же, отдых в вольерах. Подготовку собак на наркотические вещества производят очень просто. То есть собака не ищет наркотическое вещество, она ищет тот запах вещества, за который она получает игрушку или лакомство. То есть собака работает за что-то. Поиск наркотических веществ происходит так. Кинолог подходит к объекту, дает команду «ищи», собака приступает к поиску. Он обозначает укладка посадком или голосом, дает команду кинологу то, что я нашла. Кинолог подтверждает. После этого собака получает лакомство. Но, как бы того ни хотелось, до финиша доходят не все воспитанники Могилевского кинологического центра. Помогать правоохранителям в их нелегком деле будут самые сильные, стойкие и сообразительные. На отдельных этапах выращивания щенков производится периодическая их проверка на способности к дальнейшему их применению. То есть производится тестирование по определенным критериям, проверяют необходимые данные у щенков, которые способны, эти щенки остаются. Щенки, которые не проходят данный отбор, они выбраковываются и реализуются населением. Но, несмотря на первоклассную техническую базу центра и новые методики воспитания служебных собак, первостепенная, даже, пожалуй, самая главная в обучении – это любовь наставника к своим подопечным. Если нет контакта с собакой, то есть нет любви, нет желания работать, то, в принципе, к собаке даже подходить не надо. Так многочисленные тренировки, строгий отбор и, конечно же, любовь кинологов к своим ученикам позволяют дать нашей белорусской милиции верных друзей и профессиональных помощников. С такими работниками мы по ночам можем точно спать спокойно. Если так уже образно говорить, вы растите специалистов-кинологов, да, и, соответственно, растите и тех, кто служит четвероногих защитников. Знакомится будущий учитель собаки и собака в возрасте вот таком, как вот у нас рядом, или чуть постарше? Каждый кинолог преимущественно выбирает уже непосредственно собаку для себя и начинает ее готовить с 3-4 месяцев по определенному направлению. Но есть случаи, когда приходят собрать уже взрослую собаку, потому что не все у нас кинологи военнослужащие по контракту. Соответственно, срочно службы, которые у нас проходят службу, они уже берут подготовленных собак, либо же собак взрослых, которых необходимо обучать по определенному направлению. По каким критериям человек выбирает себе собаку? Очень индивидуально, то есть нет таких общих, как вот для человека. Здесь больше даже играет роль интуиция, честно говоря. И, пожалуй, последний вопрос. Сколько нужно времени реально, чтобы человек научился работать с собакой, и вот они уже работали в паре конкретно на каких-то боевых задачах? Нет такого конкретного периода, в процессе которого можно было обучить кинолога и в последующем сказать, что этот кинолог может обучать любую собаку, любого специалиста по любому направлению. Таких специалистов нет. То есть есть, согласно методик, период обучения определенный по данному направлению, в процессе которого мы обучаем специалистов и сурым собак основам. Азам, как говорится, даем базис для дальнейшего уже совершенствования, потому что совершенству нет предела. И в процессе тренировок, естественно, терпения, целенаправленность, это все дает свои результаты, и постепенно кинолог развивается, соответственно, и обучает новым навыкам свою собаку. Но если взять более глубоко, то нельзя сказать, что кто-то там 10 лет в кинологии, и он будет великолепным кинологом. Это все, опять же, больше субъективный момент. Ну что ж, спасибо вам огромное, успехов вам и вашим четвероногим питомцам. Ну а мы прямо сейчас поговорим о собаках-врачах. Первый в Беларуси собакотерапевт. Мои коллеги познакомились. Курса – это имя моей собаки, из-за которой все началось. И она у нас первая собака в Беларуси, которая имеет сертификат собакотерапевт международного образца. И вот в честь ее была названа наша инициативная группа. Наша группа объединяет людей, ответственных владельцев собак, которые готовы сами обучаться и готовы обучать своих питомцев. У меня техническое образование, сейчас учусь на психолога, тоже благодаря своей собаке. В нашей группе три года, еще не так уж и много, но мы потихонечку развиваемся, обучаемся. Учимся мы все в Санкт-Петербурге. У них там есть ассоциация развития и поддержки канистерапии. И вообще обучающий курс проходит в Первом медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге. Если мы рассматриваем как канистерапию, то эта деятельность, она в поле медицинской и психологии. И просто кинолог взять свою собаку, каким бы он супердрессировщиком ни был, он не может пойти в учреждение к людям-инвалидам и проводить какие-то с ними занятия. Потому что он не владеет навыками какими-то базой медицинской или педагогической или психологической. Потому что приведя собаку к человеку-инвалиду, тот же кинолог, он должен понимать, к кому он пришел. И что для этого человека можно делать, а что нельзя делать. И должна быть всегда цель. То есть не просто поднять настроение, а, например, решить какую-то реабилитационную задачу. Научить держать ложку в руке или уговорить человека начать ходить. Ребенок, с которым мы работаем, он все делает ради собаки и для собаки. Потому что наша собака, например, она не умеет читать. Ну и очень интересно, ну что же здесь написано? Она приносит эти буквы, и ребенок складывает. И ребенок, сам того не подозревая, он начинает эти буквы собирать в слоги, в слоги, в слова. И тут он уже прочитал, например, ее кличку или прочитал какую-то команду. И в то же время он ей дал эту команду. Собака ее выполнила. Вот сразу и поощрение. Все наши собаки проходят первичное тестирование, на котором мы проверяем собак на отсутствие агрессии. Собака должна быть абсолютно стабильна. На сегодняшний день мы в основном работаем с детьми. Дети разные у нас. ТЦП, синдром Дауна, Аспергера синдром, ЗПР. У нас дело в том, что не такая большая команда. И, к сожалению, мы не можем объять, наверное, все области, где бы нас хотели видеть. Например, мы не можем сейчас себе позволить, например, ездить в дом престарелых. Потому что у нас мало. Но если у нас будет много, то и тогда мы тоже, например, могли бы ездить со взрослыми, могли бы работать. Это была «Наука о мании» и я, ее ведущая, Екатерина Берецкая. Говорили мы сегодня о самой доброй науке – кинологии. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниково», «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова